Обещанные синоптиками грозы так и не случилось. По-прежнему жарко в Самаре. 29 градусов на термометре, а время-то между тем уже 7 часов вечера. Ну, подавляющее большинство горожан сейчас приходит в себя после очередного горячего рабочего дня, но есть многие самарцы, которые по-прежнему продолжают трудиться. Один из них это глава городского округа Самара Олег Борисович Фурсов, который завершает сегодня свой рабочий день здесь у нас в студии телеканала «Самара ГИС». Добрый вечер, Олег Борисович. Добрый вечер. На своем рабочем месте и вся наша большая телевизионная бригада. Все наши корреспонденты, редакторы, операторы, режиссеры готовы сделать все возможное, чтобы был надежный телемост между всеми вами, дорогие наши телезрители, и главой городского округа Самара Олегом Борисовичем Фурсовым. И на самом деле, нам немножко завидно, мы все работаем, вы немножко отдыхаете, мы хотим, чтобы вы поработали тоже. Мы очень хотим, чтобы эта программа была не столько наша, сколько ваша, чтобы именно тон настроения, тема ваших вопросов, ваших мнений и так далее были бы самыми главными. Номер телефона и все адреса в социальных сетях, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы или поделиться своими мнениями, у вас сейчас на телеэкране. Ну, а пока вы готовитесь к этому, Олег Борисович, не могу не задать самый популярный вопрос у самарцев последнего времени, как вам работает в такую жару. Учитывая, что Министерство труда и социальной занятости, которое вы долгое время возглавляли, рекомендует всем работодателям снизить нагрузку, сократить рабочий день или там изменить как-то график. А вот главе городского округа Самара удается исполнять такие рекомендации? Удается, удается. Конечно же, работая в прежнем темпе, в прежнем режиме, как и вся команда городской администрации. Несмотря на жару или холод, мы продолжаем исполнять свои обязанности. То есть количество рабочих часов не сократили? Не сократили. Олег Борисович, жаркий июля, август, реально жаркий, но я думаю, что для глав городских районов они стали еще жарче, потому что вы совершили плановый объезд по очереди всех девяти городских районов. Причем смотрели вы не только выставочные картинки, вы смотрели и изнанку, общались с жителем, потом проводили разбор полетов. Олег Борисович, вот такой своеобразный зачет для районных глав. Во-первых, что он дал, а во-вторых, как они его сдали? Есть ли отличники, есть ли хорошисты, есть ли те, кто претендует на неуд? Проблемы в благоустройстве города накапливались годами, мы это с вами прекрасно понимаем. В прошлом году нам удалось купить значительное количество дорожной техники. В этом году в рамках реформы местного сумправления главы районных администраций получили полномочия как по сбору налогов, так и по формированию расходов бюджетных средств. Это дало им определенную юридическую самостоятельность. Мне было важно посмотреть, конечно, это не разовая акция, безусловно, она у нас проходит на регулярной основе, но тем не менее, совершая эти объезды, я ставил перед собой задачу посмотреть, как работает реформа местного самоуправления в плане наведения порядка в городе. Должен сказать, что результаты в основном удовлетворительные. Я увидел много интересных заделов, например, в Кировском районе, в Железнодорожном районе, в Самарском, в Ленинском, Октябрьском, Куйбышевском. Вижу, что реформа дала свои положительные результаты. Вот эта юридическая и финансовая самостоятельность, которую стали владеть районные администрации, позволяет оперативно реагировать на просьбы горожан. И районы в разной степени ухожены. Опять же, это связано с тем, что центральные районы ухаживались, или за ними было внимание более тщательное. Отдаленные районы убирались в меньшей степени. Но сейчас ситуация выравнивается. То есть это заметно, конечно же. Нельзя сказать, какой район лучше, какой худший, потому что работы предстоит еще очень много. И мы на этом пути ставим перед собой достаточно амбициозные задачи. Мы хотим, чтобы к 2018 году город выглядел как современный европейский центр. И я думаю, что все предпосылки и возможности у нас для этого есть. В лучшую сторону я бы отметил, что железнодорожный район возглавляет его Лапушкина Елена Владимировна. Мы заметили, что там чисто по-женски такое отношение, очень хозяйское к территории. Даже на площадках частного сектора мы увидели заботливую такую женскую руку. И газоны пострижены, и трава выкашена. И, в общем-то, гораздо меньше накоплений, которые принято выводить из города именно на территории этого района. В ряде районов, как я уже говорил, местные ресурсы направляются по пожеланию жителей. Либо на обрезку деревьев, либо на установку ограждений. Это тоже завидно. Строятся малоархитектурные формы, цветочные композиции. Я, честно говоря, был удовлетворен увиденным. Но еще раз подчеркну, что мы не останавливаемся на достигнутом. Работы, конечно же, очень-очень много. Отличный железнодорожный, это я понял. Олег Борисович, если у нас есть звонок, давайте мы послушаем нашего телезрителя, а потом тогда продолжим разговор уже об езде районов. Итак, слушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Тарасов Николай Викторович. Кировский район, Димитрово, дом 72. Я недавно писал письмо в администрацию района по поводу длительного неремонта дороги внутри нашего микрорайона. Мне писали, что спасибо за участие. Ваше письмо рассмотрено, отправлено в департамент по обустройству. Но уже скоро, больше пяти лет у нас не ремонтировали дворы. Что, налогов наших не хватает или денег не хватает? Спасибо за вопрос, Николай Викторович. Действительно, налогов не хватает, денег не хватает. Это связано прежде всего с тем, что на протяжении 20 лет был серьезный недоремонт дорог. Мы с вами весной столкнулись с ситуацией, когда большинство дорог старых вскрылись и по ним было невозможно ездить. И мы понимаем, что это не проблема нынешней власти. Эта проблема копилась годами. В настоящий момент выделяются достаточно серьезные деньги для того, чтобы ремонтировать дороги общего пользования. В этом году 73 дороги будут отремонтированы, порядка 25 дорог уже сданы. Оставшиеся дороги будут сделаны до 1 ноября. В этом году мы получили суммы 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Это очень серьезная такая подпитка для города. И вы в ближайшее время увидите, как изменился, скажем так, ландшафт нашего города. Проблема, о которой говорите вы, связана с внутриквартальным проездом. В этом году мы ремонтируем 61 внутриквартальный проезд. У нас всего их 2,5 тысячи. И понятно, что это малая толика из того, что необходимо сделать. Но мы четко понимаем, в какие сроки и при наличии каких средств мы должны провести эту работу. Говоря о том, что нам не хватает налогов, я вот хочу привести только одну цифру. Что недобор транспортного налога по Самаре составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Годовой недобор. Представляете? То есть не все люди, использующие автомобиль личный, пользующиеся инфраструктурой дорожной, городской, платят транспортные налоги. Здесь очень принципиальную позицию занимает налоговая инспекция, управление Федеральной службы судебных приставов. Насколько я знаю, сейчас началась процедура изъятия машин у злостных неплательщиков. Их не выпускают за границу, накладывают другие меры ограничительного свойства. Но 2 миллиарда 600 миллионов рублей – это сумма больше, чем выделено в этом году на ремонт всех дорог в Самаре. За исключением московского шоссе Новосадовой. Поэтому я думаю, если мы с вами будем грамотно и тщательно исполнять свои обязанности перед государством, то власть со своей стороны гарантирует прозрачное, понятное, честное и качественное освоение средств в интересах горожан. Олег Борисович, а зрители действительно как-то... Значит, если говорить конкретно по адресу, значит, мы пометили ваш адрес, где вы проживаете. Обязательно внимательно посмотрим и сообщим вам в писемном виде. Или оставьте телефон в студию, в какие сроки будет ремонт проведен на улице, о которой вы говорите. Олег Борисович, коль уж речь зашла о дорогах, то, может быть, давайте мы с этой темой продолжим. Вот когда люди видят то, что происходит с дорогами в этом году, то я думаю, что все самарцы испытывают такой очень смешанный комплекс чувств. С одной стороны, это гордость и радость от того, что действительно колоссальный размах. Действительно, проблема решается глобально. Но, с другой стороны, вот эти двухчасовые, трехчасовые стояния в пробках на московском шоссе многих очень нервируют, раздражают. Олег Борисович, мы спросили людей, как они относятся к проблеме дорожного строительства. И давайте мы послушаем, что нам сказали наши телезрители. Олег Борисович, мы хотели бы узнать, когда внутриквартальные дороги будут отремонтированы в Советском районе. Например, по улице Аэродромной в районе Парка Победы. Вопрос такой, когда у нас откроют дорогу от проспекта Киров до Ташкентской. Да и когда откроют проезд трамвайный на Ташкентской. Олег Борисович, скажите, пожалуйста, когда закончится ремонт московского шоссе? В районе Ипподрома хотя бы. Когда будет отремонтирована улица Промышленности? Замечательные вопросы, да. Приятно видеть улыбающихся людей. В общем-то, в последние годы настроение людей меняется. Мы это видим, констатируем. И приятно даже вопросы сложные воспринимать, когда люди произносят их с улыбкой. Значит, по улице Промышленности уже начался ремонт этой дороги. Там меняется полотно верхнее. Я считаю, что, наверное, к 18-20 сентября там будет выполнен ремонт верхнего полотна. Будет хорошая дорога. Часть уже там сделана. Что касается внутриквартальных проездов, еще раз повторюсь, у нас их 2,5 тысячи. Денег выделяется маловато. На 61 дорогу в этом году мы получили ресурсы. Но сейчас губернаторам поставлена задача, чтобы полномочия по ремонту внутриквартальных дорог и внутридворовых территорий были переданы на уровень внутригородских районов. Это позволит нам создать такие небольшие предприятия муниципальные, подчеркиваю, муниципальные, потому что норма прибыли в этих предприятиях будет регулироваться. И мы увидим служащих этих предприятий не 2 часа, там, раз в неделю, да, а каждый день по 8 часов эти служащие будут работать. И они будут заниматься не только ревизией укладки асфальта, но и благоустройством. Такая задача губернаторам поставлена. Мы сейчас формируем проект наших предложений по приобретению необходимой техники и ведем разговоры с областным Министерством управления финансами о перераспределении части транспортного налога в пользу городской администрации. Причем мы готовы взять на себя вот эти 2,6 миллиарда невыплаченных денег в рамках транспортного налога с тем, чтобы за счет самостоятельности внутригородских районов обеспечить их собираемость. Тогда мы с вами сможем более активными темпами ремонтировать дороги этой категории. Такая ипподрома Ташкентская. Самая наша болевая точка. Что касается московского шоссе. Вы знаете, что реконструкция там колоссально идет. Федеральные деньги, областные деньги. Курирует эту стройку областное министерство транспорта и автодорог. Конечно, там есть определенные проблемы, связанные с неудобствами людей. Но, товарищ, надо потерпеть, потому что в конце 2017 года, может быть, немножко раньше, реконструкция будет завершена, и мы получим прекрасную магистраль, которой будет гордиться не только наш город, но, думаю, все ПФО. Действительно, задел очень серьезный. И скоростная ветка трамвая там проектируется. И подземные проезды. Поэтому давайте потерпим, давайте подождем. Мы знаем о проблеме, которая сложилась в Приворском микроорайоне в настоящий момент, связанной с тем, что основной трафик машин прошел через дворы. Мы договорились, что отдельно посмотрим эту тему с сотрудниками ГИБДД и, возможно, предложим там пути смягчения этой ситуации. Но, если помните, в марте я выезжал на строящуюся развязку Ракитовская-Кирова. Было принято ряд решений. Они сейчас уже реализованы. И вот та часть жителей, которая живет в крутых ключах, живет на Красной Глинке, они могут пользоваться электричками, которые регулярно от 5 до 7 тысяч пассажиров перевозят утром и вечером. Это вот такой способ снижения, скажем так, нагрузки на дорожную инфраструктуру. Но пока, пока нам придется немножко потерпеть. Олег Борисович, мы должны извиниться перед телезрителем, потому что один из телезрителей дозвонился нам еще минут 6 назад. И вот он честно все висит и ждет своей очереди. Вы дождались. Спасибо вам большое за терпение. Слушаем вас внимательно. Алло. Да-да, слушаем. Меня зовут Татьяна Сергеевна. Меня буквально к крик души к вам. Писала письмо в администрацию Ленинского района на сайте. То есть пока еще ответа нет. Мы живем, по-моему, в Гвардейской Маяковской, около цирка. С тех пор, как убрали стоянку там постоянную, у нас просто невозможно жить. Вечернее время, ночное. Мы не можем спать. Мы не можем открыть окна или балкон. Потому что музыка, шум. Вызываем полицию. Они приезжают, тихо становится. Уезжают опять. Я сколько раз выходила ночью. В 12, в час, в 2 ночи. Успокаиваются. Потом приезжают другие опять. Мы очень просим вас. Установить там знак. Станку или остановку в ночное время. Просто это крик души к вам. Надеемся, что вы нас услышите. Хорошо. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Конечно, это не дело, когда молодежь, развлекаясь, нарушает покой граждан. Есть закон соответствующий. Наши региональные. Я этот вопрос беру на контроль. Свяжусь с полицией. Во-первых, чтобы они сделали там периодически проезд. И реагировали на нарушения тишины. И, конечно, установим знак. Пройдет просто небольшое время. Но я думаю, что в течение двух недель знак будет установлен. Еще хочу сказать, что осенью этого года вся улица Молотогвардейска должна у нас встать под реконструкцию. Будет переделан дворец спорта и модернизирован цирк со всей прилегающей территории. Там будет бульвар восстановлен и хорошее дорожное покрытие с парковой зоны проложено. Поэтому спасибо за сигнал. Обязательно разберемся. Беру на контроль нас. Олег Борисович, это ведь проблемы не точечные. На самом деле, вот эта вот радость проехать в три часа ночи с музыкой, которая сотрясает все окрестные дома, это проблема всех людей, которые живут на каких-то больших магистралях. Это правда. Олег Борисович, и коли уж заговорили о дорогах, давайте мы тему дорожного строительства завершим, потому что мы подготовили такой обобщающий сюжет, чтобы понять, что происходит и как происходит. Давайте мы посмотрим этот материал и продолжим разговор уже дальше. Пока город спит, они на рабочем посту. На улице Авроры работает тяжелая техника – катки, асфальт-укладчик и несколько погрузчиков. Перед началом ремонта очищенный участок дороги покрывают битумные эмульсии. Только после этого, как на клей, начинают укладывать асфальт. Сначала укладывают выравнивающий слой крупнозернистой смеси толщиной 6 сантиметров. Все этапы ремонта контролируют специалисты муниципального учреждения дорожное хозяйство. Когда основание будет уложено, выезжает дорожная лаборатория, берется испытание, то есть херна из асфальт-битонного покрытия проходит испытание. Если все соответствует нормам, разрешается укладка верхним слоем. Если все показатели проб будут в норме, приступят к завершающему верхнему слою, толщина которого должна составлять 5 сантиметров. Гарантия – 5 лет. Если появятся изъяны, подрядчик будет устранять их за свой счет. На участке от Московского шоссе до Аэродромной меняют не только дорожное покрытие. Здесь идет комплексный ремонт. В рамках комплекса «Ремонт» предусмотрена замена всех светофорных узлов на нового образца, которые у нас светодиодные. Соответственно, пешеходные ограждения все. Параллельно производятся работы по монтажу смотровых колодцев, даже заприленных колодцев. Полностью завершить ремонт этого участка планируют до начала сентября. Всего в этом году комплексный ремонт и ремонт большими картами пройдет на 73 городских дорогах. Приведут в порядок и больше 60 объектов внутриквартальных территорий. Половина запланированных работ уже выполнена. Огромное спасибо всем телезрителям, которые звонят с большим энтузиазмом. Мы знаем, что у нас есть один звонок на удержании. Но если позволите, мы задержим вас еще на 30 секунд, потому что Олег Борисович хотел бы прокомментировать то, что мы увидели. Я хотел бы обратить внимание, что впервые в этом году к приемке дорог мы привлекаем общественность. Во-первых, это территориальные общественные органы самоуправления, это общественные советы, мы привлекаем также молодежь и представители районных советов. Для нас это очень принципиальный момент, потому что дорожники зачастую выполняют свою работу без учета интересов жителей. И нам важно, чтобы жители на раннем этапе подписания акта приемки и сдачи работ могли замечания в этих актах отразить. Но вот, например, могу сказать, что в Октябрьском районе в ряде дворов ремонтируются внутриквартальные территории. Выставляется высокий борт, который не позволяет легковым автомашинам парковаться. Жители обратились с просьбой расширить парковочное пространство, и дорожники это все выполнили. Вот нам такие сигналы крайне важны, потому что дороги строятся для горожан, и горожане вправе принимать участие в приемке этих дорог. Кроме того, идет инструментальный контроль качества, лабораторный контроль качества, многоступенчатая система, которая позволяет нам уверенно смотреть на ближайшие 5-7 лет, не беспокоясь за качество проведенных работ. То есть я правильно понимаю, что любой человек, житель того или иного двора, считая, что как-то нужно изменить конфигурацию внутри дворовых проездов, может обратиться, и это мнение будет услышано? Я полагаю, что каждому жителю обращаться не нужно, это будет просто у нас тогда хор такой, неорганизованный, да? Поэтому есть органы самоуправления, либо старшие по дому, либо старшие по подъезду, а лучше использовать механизм общественных советов и механизм ТОСов, или своего районного депутата. Тем более, что сейчас депутат представляет у нас от 2,5 тысяч граждан до 9 максимум. Поэтому очень легко можно депутата найти и поставить ему эту задачу. Очень оперативно мы на это реагируем, дорожники следуют нашим совместным указаниям. Спасибо большое. Ну, наконец, дорогой наш телезритель, который проявил столько терпения, мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Алло, это не телезритель, это Глава Кировского района. Мне спросили ответить на вопрос. Димитрова тоже не сделала. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, Игорь Александрович, забыл, да. Да, Игорь Александрович, слушаем вас внимательно. Я в эфире? Да, да. Так, а у меня, я извиняюсь, картинка не совпадает вот с телефоном, но, видимо, немножко интернет-то просто. Будем верить телефону, тогда я отвечаю. Олег Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Я по вопросу по улице Димитрова, 72. Значит, стараться у меня общался по ремонту внутриквартального проезда, хотел бы отметить, что ремонт уже по этому проезду проходил 4 года назад, но, естественно, у жителей появилась новая просьба дополнительно построить тротуар внутри дворовой по границе Димитрова, 72. Этот вопрос, наверное, включен в план следующего года, соответственно, и мы советовали заявить на дополнительные еще проинформировать департамент благоустройства. Но все объемы дефектовки мы на следующий год уже включили. И хотелось бы отметить еще раз, и, Ольга, еще вас, наверное, поблагодарить. В Кировском районе в этом году всего лишь 2 проезда планировалось ремонтировать, но в итоге дополнительных средств мы в Кировском районе сделаем 15 дворовых проезда, и сейчас еще образовавшаяся экономия на 7 миллионов позволит нам еще 4 проезда дополнительных ключей. У меня все. Готов ответить на вопрос. Ну вот реформы местного самоуправления в действии, видите, глава достаточно оперативно реагирует на звонок Тарасова Николая Викторовича. Я вообще, Олег Борисович, потрясен. На самом деле на такой эффект мы точно не рассчитывали. Для нас сейчас это тоже большой сюрприз, сюрприз приятный. Олег Борисович, коли речь зашла о реформе местного самоуправления, почти год город живет в новой системе муниципальной власти, когда власть приближена к народу, а депутат к своим избирателям. Причем Самара стала одним из пионеров, ведь Россия, вот этой новой системы. Когда год назад об этой системе говорили, об этом много пропагандировали, говорили о ее плюсах, вот прошел год. Олег Борисович, условно говоря, вот стоило ли овчинка выделки, стоило ли затевать вот такую колоссальную реконструкцию, вот что в итоге получилось? Безусловно, стоило. Мы вернулись к системе управления, которая сложилась в советское время, в плане народного представительства, в тех территориях, которые имеют большую численность населения. Ну, вот смотрите, в промышленном районе почти 300 тысяч жителей, район не имел ни собственного бюджета, ни источников формирования бюджета, не имел представительного органа власти. Этот район сравним с Изранью, гораздо больше других городов, гораздо больше других городов, а своих органов, которые бы представляли интересы и распоряжались финансами, он не имел. Конечно, это было несправедливо. И вот эта сложная система распределения средств, которая была ранее при централизации, такой вот сверхцентрализации власти в городе, она не позволяла оперативно реагировать на проблемы людей. И у нас постоянно увеличилось количество обращений, жалоб, не только в городскую администрацию, но и в областную, даже в администрацию президента. Вот одним из итогов реформы стало, кроме того, что появилась самостоятельность юридическая, финансовая, кроме того, что главы стали очень быстро реагировать на запросы горожан, стало еще и то, что количество обращений, например, количество жалоб на уровне городской и областной существенно снизилось. Это говорит о том, что одна из задач реформы, она решается успешно. То есть люди видят власть на расстоянии вытянутой руки, как говорится, обращаются в районные советы, обращаются в районные администрации и находят там ответы на свои вопросы. Вот это очень важно. Я должен сказать, что в прошлом году была завершена политическая составляющая реформы, была предложена новая схема избрания районных советов и городской думы. И если в прежние годы в основном дума формировалась из людей, представляющих из себя крупный бизнес, что приводило зачастую к невозможности реагирования, к нежеланию реагирования на нужды простых людей, то сейчас и городская дума, и районные советы сформированы из людей, представляющих крупные предприятия города, общественные организации, учреждения бюджетной сферы. То есть простых людей, которым понятны проблемы, с которыми сталкивается власть. Это вот очень важно. Второй момент. И главы районных администраций, глава города, они избираются по двухступенчатой системе. Закон позволяет это делать. То есть сначала избирается дума, потом дума избирает главу города или главу района. Это тоже очень важный аспект, который позволяет уйти от эфилированности в отношении разных финансовых структур или аллергархических структур, в которые могли попадать, и, возможно, попадали предыдущие руководители. Ну а попав в такую зависимость, мы с вами понимаем, что возникают обязательства по расстановке своих, в кавычках, людей на ответственные посты, которые не всегда могли быть профессиональными. И выстраивание конкурсных процедур в определенном русле, это, конечно, вредило интересам города. В нынешней системе ни один из глав районных администраций, в том числе и глава города, коим являюсь я, мы не являемся аффилированными никому. Не аффилированными, не, скажем так, обязанными кому, бы то ни было. Единственное, перед кем мы несем ответ, это жители города, это депутаты городской думы и конкурсная комиссия, которая сделала выбор вот в наш адрес. Это тоже очень важный аспект. Я должен сказать, как следствие этого аспекта явилось то, что мы только по итогам прошлого года сэкономили почти миллиард рублей. Раскрыв систему управления, систему организации торгов, сделав ее более доступной, прозрачной, снизив процентные ставки по многим кредитам, взятым ранее, и введя в систему предварительного, окончательного контроля тех финансовых документов, которые проходят через разные, через разные департаменты. Вот это очень важный момент. Я думаю, что мы еще год не прожили в этой системе, идет такой переходный период, но итоги уже эти заметны. Я думаю, что они будут со временем только усиливаться. Ну, то есть, Олег Борисович, если к вам приедет, допустим, в гости, принимаете опыт, наверное, какого-нибудь там Омска или Краснодара, вы посоветуете, скажете, что да. То есть система показала эффективность. Вы знаете, мы были не первым городом, который пошел по этой системе, но нам удалось подготовиться значительно лучше. И пройдет еще немного времени, когда мы сможем говорить об успехах достаточно уже серьезно. На сегодняшний этап мы все равно находимся в рамках эксперимента. Нам нужны более впечатляющие успехи, и они обязательно будут. Поэтому со временем сможем делиться опытом. Спасибо. Между прочим, есть еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег Борисович. Добрый вечер. Эрн Стархманков, Кировский район, заместитель председателя Общественного совета микрорайона Хлебозаводов. Вопрос по реформе местного самоуправления. В прошлом году в результате этой реформы были созданы Общественные советы микрорайонов в каждом. Из них были депутаты, и в каждом районе была своя маленькая дума. После этого Общественных советов микрорайонов как-то стали забывать. То есть взаимодействие с администрациями не налажено, хотя обращался наш совет, нам согласился подписать соглашение о взаимодействии, небольшом обеспечении работы Общественных советов, конечно, потому что на обеспечении очень тяжело это делать, но и действительно в быстрое взаимодействие между жителями, через Общественные советы, с администрацией и городской думой. Это первый вопрос. Извините, и сразу второй вопрос. На встрече с вами в апреле месяце в Кировском районе я задавал вопрос по общескультурной 138, где когда-то был детский сад, от того до экрана, сейчас там нерегулируемая аж на стоянка. То есть ответа так и не получено по этой ни от кого. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Хорошо. Спасибо, Эрнст, за вопрос. Значит, по поводу невыстроенных отношений. Значит, мы там главу района, конечно же, поправим, потому что по другим районам эти отношения выстраиваются. У нас очень большая проблема со сбором налогов, земельным налогом, имущественного налога, и она связана с тем, что многие люди, владеющие конкретно землей, не платят налоги в казну. Поэтому было принято решение еще в январе текущего года о создании совместных комиссий, куда входили представители районных администраций, налоговые инспекции, службы судебных приставов, в том числе общественных советов, для того, чтобы в инициативном порядке вести разговоры и комиссионно рассматривать тех пользователей, которые уклоняются от уплаты налогов. Такая работа в ряде районов выстроена, и она дает свои хорошие результаты. Возможно, ваш район еще до этой работы не дошел, может быть и такое, а может быть, там были на работу приглашены люди, в число которых вы не попали. Но, еще раз говорю, мы район здесь поправим. Это один из примеров эффективной такой работы. Есть у нас примеры, связанные с тем, что члены общественного совета совместно с районными администрациями участвуют в легализации стоянок. У нас очень серьезная, кстати, эта работа развернута в промышленном районе. Там 24 стоянки незаконных выявлены, и они будут легализованы в течение этого года. Развернута работа, например, в Кубышевском районе по легализации рекламы на фасадах. Она дает дополнительный доход в бюджет в размере 35 миллионов рублей. И что самое важное, мы эти деньги готовы реинвестировать в бюджеты районных администраций. Поэтому вам нужно, наверное, быть немножко более активным, записаться или договориться о встрече с главой района и принять участие в работе одной из комиссий. Значит, никто не говорит о том, что деятельность общественных советов утратила, скажем так, свою актуальность. Более того, губернаторам поставлена задача, что мы деятельность общественных советов будем поддерживать. Они будут наделены законодательной инициативой, и, возможно, будут решены частично вопросы финансирования. Но с финансами в городе достаточно сложно, поэтому этот вопрос, он будет решаться, ну, после очень такого широкого, большого обсуждения. У нас есть инфраструктурные проекты, которые необходимо развивать. Поэтому, в первую очередь, все деньги будем направлять на эти цели. Но если, значит, вы докажете, что вам нужна определенная финансовая поддержка, мы будем изыскивать такие ресурсы. Вместе с районом искать источники, договариваться, как их расходовать. В отношении физкультурной 38 по поводу бывшего детского садика сейчас не готов вам ответить. Давайте договоримся так, что, значит, либо мы попросим, чтобы глава района вышел в эфир и прокомментировал эту ситуацию, либо мы вам в письменном виде, значит, направим информацию, что же там будет. С детскими садами проблемы есть по городу. Мы ревизию такую провели. Часть садов вернули в муниципальную собственность и ведем восстановительные работы. По этой площадке готов сообщить, но позднее. Олег Борисович, мы получаем вопросы через зрителей не только через телефон, но и через социальные сети. Вот что пришло через социальные сети, через Твиттер, ВКонтакте и Фейсбук по тем темам, о которых говорили. Значит, относительно стоянок и площадок у детских садов, у школ. Аналогичные проблемы. Об этом говорит Нелия Анатольевна Скурият, Аэродромная 6, об этом говорит Надежда Вениаминовна с Балаковской 22, об этом говорят Смяги 15, Николай Анатольевич. Я думаю, что, наверное, каждый конкретный случай разбирать не будем. Я просто хотел сказать дорогим телезрителям, что все ваши обращения, все ваши проблемные адреса мы обязательно передадим Олегу Борисовичу. И я думаю, что мэрия уже посмотрит. Мы подготовим ответы, но хотел бы сказать, уважаемые телезрители, что для нас важна общественная, конечно, инициатива и общественный контроль. Вот, к сожалению, получилось так, что на протяжении долгих лет общественные инициативы, они игнорировались, скажем так, властью. Мы настроены на то, чтобы вместе с вами наводить порядок в городе. Моя задача – вывести город на новый уровень управления. Поэтому такие замечания, такие советы, они крайне для нас важны. Мы обязательно их положим в основу своей работы. И с учетом того, что внутригородские районы у нас самостоятельные, шансов для того, чтобы эти вопросы решать быстрее, у нас гораздо больше. Олег Борисович, давайте теперь от эффективности перейдем к красоте. Потому что программа «Цветущая Самара» – это практически ваша программа. Но прежде чем мы перейдем к самой программе, давайте мы посмотрим сюжет о том, чем она завершилась. А именно сюжет о фестивале цветов в парке «Дружба». Итак, все, внимание на экран. Фантазия ландшафтных дизайнеров не знает границ. Из цветов они могут создать и макет вокзала, и улицы Старозагора, даже палитру красок, которую забыл художник. Все эти удивительные клумбы созданы для фестиваля цветов, праздника, на который уже 12-й год собираются тысячи самарцев. Мы пришли просто отдохнуть со всей семьей, потому что в рабочее время как-то не получается. А здесь прекрасные композиции, и можно что-то купить. Дети повеселились. Обошли не всю выставку, здесь только половина. Скорее всего, еще придем, очень много всего. Программа насыщенная, все здорово, цветы потрясающие. Праздник для горожан – профессиональный конкурс для ландшафтных дизайнеров. В этом году тема «Цветущий город». На суд жюри представили 11 композиций. Победителем стал Зеленхоз, который представил сразу несколько клумб с оригинальным оформлением. А вот эта композиция, тоже призер, называется «Немного изящества». Светофорной березе – символ города, в которой прорастает природа. Чтобы сфотографироваться в этой белой беседке, выстраивается очередь. Секрет популярности признаются дизайнеры в правильно выбранном месте. Выбирали место по дереву. Очень понравилось. Решили его маленько окультурить. Дерево постригли. Сделали из него большой бонсай, который, в принципе, достаточно серьезно привлекает людей. Люди обращают внимание на это дерево. Настроение этой цветочной феерии еще в самом начале задает костюмированное шествие. Открывает фестиваль глава города Олег Фурсов. Он же был инициатором программы «Цветущая Самара», благодаря которой город по-настоящему расцвел. Я с удовлетворением хочу сказать, что очень много горожан и предприятий откликнулись на наш призыв. Только количество цветников в этом году было увеличено на 25%. И полтора миллиона цветов было высажено. Я хочу, чтобы эта программа не заканчивалась. Чтобы мы с вами продолжали и набирали темпы в этом году, в следующем. И так все время, чтобы наш город свел. Только по примерным подсчетам на фестиваль цветов пришли больше 20 тысяч гостей. Появились участники из других городов. А значит, фестиваль растет. Олег Борисович, ну все гости города в этом году отмечают, конечно, то количество цветов, которые у нас и на клумбах, и во дворах, и так далее. Олег Борисович, вы были инициатором программы. Но понятно, что там город не можно заложить просто в бюджет. Там семена, там клумбы и все прочее. Люди очень многие присоединились. Многие предприятия малого и среднего бизнеса. Вот как это удалось? Как родилась эта идея? И как она вообще реализовывается? Город Куйбышев всегда был украшен цветами. Я еще помню подростком, студентом. Он восхищался красотой, которая была на наших проспектах, на набережных. Поэтому тут ничего придумывать было не нужно. Нужно просто было, мне кажется, обратиться к общественности, к предпринимательскому сообществу и попросить рассадить цветы. Многие нас услышали. Программа, конечно, не завершена. Мы подвели ее итоги промежуточные в парке «Дружба». Я думаю, она с каждым годом будет набирать большее количество сторонников, и город будет преображаться. Потому что цветы, ухоженные газоны, чистые дороги – это залог хорошего настроения людей. Хорошее настроение – значит, и качество жизни меняется. Поэтому этим путем будем идти дальше. Олег Борисович, понятно, вам достаточно легко было воздействовать на горзеленхоз, чтобы они активизировали программу. Но каким образом малый бизнес удалось привлечь? Или просто людей? Мне ведь позвонила моя первая учительница, Лидия Петровна Родионова. Она сейчас на пенсии. Со словами, Андрюша, а почему вы к нам во двор не приезжаете? Я такой посадил цветник и так далее. Съездили, посмотрели. Ну, таких цветников масса и масса. Вот, Олег Борисович, что за механизмы, которые позволяют привлечь простых людей, привлечь предприятия малого и среднего бизнеса к этому? Я не знаю этих механизмов. Мне кажется, просто у нас генетически заложена тяга к красоте, к определенной культуре. И, так сказать, призыв и обращения были услышаны. Люди поверили, в том числе и власти. Поверили своим собственным силам. И, видимо, вот подключились и вышли. С удовольствием украшая улицы наших городов. Олег Борисович, сегодня ровно три недели до первого сентября. Традиционный вопрос. Кстати говоря, очень много вопросов по школам, подготовке школ к учебному году пришло через социальные сети. Да и сегодня один такой вопрос прозвучал по телефону. Олег Борисович, а вот если брать проблему как бы в целом, вот насколько город готов к началу нового учебного года? Есть ли какие-то еще узкие места? Какие проблемы еще предстоит решить? Город готов к началу учебного года, безусловно. У нас хорошие традиции в Самаре педагогические. Я напомню, что в прошлом году наш учитель стал лауреатом конкурса «Учитель года» Сергея Сергеевича Кочерешко. Благодаря этому в сентябре мы принимаем российский конкурс «Учитель года-2016». Для нас это большая честь. Нам есть что показать. У нас интересные педагогические практики. У нас растет количество медалистов каждый год. Точнее, медалистов. Ребята, которые стобальники. Да, их 92 человека в этом году из 56 образовательных учреждений. И количество медалистов тоже превышает уже за пять сотен. Для нас, конечно, это свидетельство той огромной и важной работы, которую ведут наши педагоги. Мы этим гордимся в полной мере. Должен сказать, что с приходом Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора, у нас выстраивается совершенно новая система образовательная. Я хочу напомнить, что у нас объединились университеты. Во-первых, конечно, это аэрокосмический государственный университет, которым предсовыкупляется в скором времени экономический. У нас объединился технический университет и архитектурный. Это позволяет привлекать дополнительные федеральные ресурсы. Это, в свою очередь, усилит материальную базу, материальное стимулирование педагогов. И в конечном итоге скажется на качестве образования. Это гарантия того, что ребята, закончившие школу со стобальным результатом или получившие медаль, будут оставаться здесь и поддерживать нашу экономику, наше народное хозяйство. Кроме того, мы впервые в стране объединили два вуза. Это муниципальный вуз Академия госслужбы и негосударственный вуз Международный институт рынка. Он тоже прошел для нас совершенно безболезненно. И с 1 сентября все педагоги, которые работали в академии, все студенты, которые там учились, и кто изъявил желание продолжить образование по выбранной специальности, они приступят к обучению уже в Международном институте рынка. У нас создается Гагарин-центр. Губернаторам принято такое решение. Данное образование будет располагаться в районе стадиона. И это будет высшая ступень, скажем так, образования, которая позволит привлекать сюда не только самых одаренных выпускников вузов, но и самых талантливых педагогов со всего мира. Предусмотрена очень серьезная научно-исследовательская территория, предусмотрены общежития, кампусы для студентов и места для проживания педагогов. Это современнейший центр, которым мы просто будем гордиться. Ну и нужно сказать про ребят младшего возраста. Там выстроена система подготовки одаренной молодежи. С этого года открывается на базе физико-технического лицея. Значит, эта школа. В дальнейшем будет построен центр для одаренных детей, где ребята на условиях пансиона будут, в общем-то, развивать свои компетенции. Вот эта система выстраивания образования в городе, она крайне для нас важна. Кроме того, я должен сказать, что впервые также за многие годы у нас открываются два крупных учреждения образовательных. Это школа на 1360 мест в Крутых Ключах. Там завершаются работы. 1 сентября она распахнет свои двери. Там, кстати, 16 первых классов. 16? 16 первых классов, да. И открывается школа в поселке Волгарь. Более 1000 школьников она тоже примет. Эти школы оснащены будут по самому современному требованию. Вот там есть спортивное ядро, есть бассейны, есть актовые залы, несколько спортивных залов. Это будет настоящей гордостью Самары. Я полагаю, что мы примем самое активное участие в программе, которую разработало правительство Российской Федерации. И с каждым годом количество этих школ будет увеличиваться. Сейчас активно идет подбор площадок. Порядка 10 площадок к нами подобрано. Они все разные площади. Но это залог того, что наши дети будут получать качественное образование в современных условиях инфраструктурных. Есть. Олег Борисович, жарко действительно не только на улице, но жарко у нас в студии. У вас сегодня уже не первая встреча, поэтому... Олег Борисович, давайте мы сейчас послушаем следующий звонок. А у вас есть возможность там немножко выпить воды или как-то это самое, чуть-чуть освежиться. Итак, у нас на связи очередной телезритель. К нам вновь дозвонились. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Меня зовут Мария Таресова. Я из Октябрьского района. Олег Борисович, я хотела вам сказать большое спасибо за действительно зеленый город. Он стал преображаться. Цветов было, естественно, уносительно больше. Но у меня вот какой вопрос. Ждает ли продление этой программы в следующем году? И можно ли участвовать обычным жителям? Куда обращаться? Спасибо, Мария, за вопрос. Да, программа будет продлеваться. Она не годовая. Она рассчитана на несколько лет. Я думаю, что с этой темы мы очень долго уже не уйдем. Потому что город должен преображаться. Участвовать могут как юридические лица, так и физические. У нас внутри каждого района проводятся конкурсы на лучший двор, на лучший балкон. Поэтому, пожалуйста, участвуйте, заявляйтесь. На уровне районов сформированы комиссии конкурсные. И получите хороший приз для себя или для своего двора по вашему выбору. То есть в следующем году все продолжится. Олег Борисович, вы не так давно встречались с обманутыми дольщиками дома 63, по-моему, по Антону Вовсеенко. И это тот самый счастливый случай, когда их ожидает новоселье вот уже в ближайшем будущем. Но на самом деле точек таких гораздо больше. И вот чтобы понять проблему обманутых дольщиков, давайте посмотрим материал. И продолжим дальше разговор об этом. Ну вот у нас дом строится здесь, на этом, на Родонежской, один. 15 лет уже стоит двухэтажный дом, никак не вытерет оттуда людей. Что предпринимается по этому вопросу? Как они могут решить это все дело? Недострой на пересечении Владимирской и Карла Маркса. Застройщик РОС. Вопрос не решается достаточно давно. Очень хотелось бы, чтобы вот именно по этому объекту были приняты какие-то кардинальные решения. Олег Борисович, вот ситуация с обманутыми дольщиками, действительно начала меняться ситуация. Действительно, в общем, многие проблемные объекты перестают быть проблемными, но все равно многие еще остаются. Вот как удалось активизировать эту работу? Что предстоит сделать еще? Составлены очень четкие графики сдачи проблемных объектов, введения их в эксплуатацию, с тем, чтобы разрешить проблемы людей, которые почти 15 или 20 лет назад попали в эту некрасивую ситуацию. Конечно, это, на мой взгляд, был просчет власти, вина власти конкретной. Уже выросло, наверное, там, ну, дети точно подросли за этот период, да? Может быть, некоторые даже школу окончили, а люди, вложившись собственными деньгами, квартиру до сих пор не получили. Губернаторам поставлена очень четкая задача в короткие сроки решить эту проблему. Еще раз подчеркну, что в прошлом году были выделены компенсационные площадки для строительства новых домов, с тем, чтобы решить проблему обманутых дольщиков по городу. Их немногим более двух тысяч, количество их существенно снизилось. Мы порядка 11 объектов ввели вот за последний год в строй. До конца года еще будет введено пять объектов, и всего в городе останется 23 объекта проблемных. По каждому из них ведется очень такая длительная точечная работа. Я должен вам сказать, что мы обязательно обязательства перед горожанами в этом плане выполним. Есть застройщики, которые, к сожалению, не всегда прислушиваются к позиции властей, но здесь мы предпримем меры вплоть до отзыва этих компенсационных площадок. Настроены мы очень решительно. И я хочу сказать, что больше город такого не допустит беспредела, обманутых дольщиков больше не появится. За этим очень внимательно мы следим. Здесь мы чувствуем поддержку не только губернатора, но и силовых структур. И совместными усилиями мы эту ситуацию, безусловно, исправим. Должен сказать, что нами выдвинуто новые совершенно требования. Объекты достраиваются не только просто достроить и раздать квартиры. Мы требуем, чтобы была инфраструктура соответствующая, детские площадки, спортивные площадки. У нас усилились требования к оформлению фасадов. То есть порядок в городе наводится. Поэтому по конкретным объектам мы готовы дать информацию через средства массовой информации, через Самарскую газету, через ГИС. Мы четко понимаем, в какие сроки какие объекты будут завершены. По некоторым ведутся еще переговоры, потому что земля, например, федеральная есть. Но везде мы понимаем конечные сроки. То есть механизмы предоставляются? Да, механизмы есть. Мы сейчас подобрали еще пять площадок компенсационных. Региональное законодательство претерпело изменения, которое позволяет компенсационной площадке и в нынешних условиях предоставлять тем компаниям, которые готовы взять на себя бремя от расселения обманутых дольщиков. Вообще, я должен сказать, что по прошлому году мы заняли первое место в ПФО по объему вводимого жилья. Ввели там немногим более 840 тысяч квадратных метров. В этом году мы подойдем к цифре 900 тысяч квадратных метров. И вот те усилия, которые предпринимаются областным правительством, они дают, конечно, результат очень серьезный. Мы упростили схему выдачи разрешения, она сократилась. Есть, правда, еще резервы по времени. Мы над этим тоже работаем и заинтересованы в том, чтобы как можно больше инвесторов, в частности, в сфере строительства, приходило в наш город. Город должен меняться, должны появляться современные дома, удобные, хорошие квартиры. Олег Борисович, то есть это в натуральном выражении первое место, да? То есть это даже больше, чем в городах, которые больше нас, ПФО, Нижний Город и Казань. Да, 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 именно так. Это официальная статистика. Здорово. Олег Борисович, у нас есть еще один звонок. Послушаем еще одного телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Олег Борисович. Такой вопрос. Значит, угол Каховской Победы был ранее рынок по продаже нового ващественной продукции дачников, приезжающих и так далее. Почему-то его стали периодически разгонять. Сначала были киоски, хамулировали, все разорили, убрали. Сейчас милиция, вот, предыдущие, там, несколько дней назад разогнала вообще этот рынок, даже по улице Победы. Спасибо большое. Олег Борисович, я вам хочу сказать, что по поводу этого рынка интересуются не только телезрители, которые дозвонились, но и Юрий Егорович с площади Кирова, и Анастасия Сергеевна, тоже с Кировского района. Еще три-четыре письма в социальных сетях. Да, есть такая тема, там был незаконный рынок, в прошлом году его ликвидировали, демонтировав киоски, которые портили облик города. В этом году в рамках организации сельскохозяйственной ярмарки весной этот рынок был открыт, там люди, фермеры, да, сельхозпроизводители могли торговать продукцией. Но он постоянно, постепенно стал заполняться, опять же, перепродавцами, скажем так, там возникла антисанитария, и мы эту площадку предоставили под сельхозрынок в этом году временно. Сейчас мы вышли на строительство, значит, на этой территории детского парка с предприятием общепита, которые придут в порядок вот этот куст. Вот, в городе достаточно торговых площадей, где можно размещать, собственно, торговые точки, и об этом предприниматели прекрасно знают. Кроме того, у нас есть шесть сельхозярмарок по городу стационарных, и в рамках весеннего, зимнего и осеннего сезона мы открываем достаточное количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Мы об этом сообщаем в прессе, но, коллеги, мы с вами должны понимать, что город должен освобождаться вот от наследия, там, 20-летней давности, когда, там, киоски, неорганизованная торговля, она не только портила внешний облик города, но она приводила еще и к нарушениям санэпидемрежима. А с этим мы сталкиваемся повсеместно и везде. Поэтому порядок здесь будет наводиться и в дальнейшем. Это касается абсолютно всех рынков, которые действуют незаконно на территории города Самара. Олег Борисович, ну вот Анастасия Сергеевна, кстати, о которой я упоминала, она жалует, что вот во всех районах есть ярмарки, а в Кировском у нас нет. Это действительно так? Значит, я сейчас не могу вам точно сказать, какая площадка. Еще раз повторю, шесть площадок – это постоянно действующие сельхозярмарки. По Кировскому рынку, значит, на проходных предприятиях в определенные сезоны мы открываем ярмарки с колес, скажем так, куда могут производители приехать. И задача поставлена губернатором в каждом районе – подобрать такие площадки. Поэтому давайте мы Игоря Александровича Рудакова сейчас спросим, главу района. Значит, он нам сейчас сообщит, подобрано место такое или нет. Если нет, то в какие сроки оно будет организовано. Сейчас Витя Игорь Александрович дозвонится. Давайте, давайте, да. Вот я и предлагаю сейчас с ним связаться, пока мы продолжаем с вами разговор. Кстати, Игорь Александрович, уже кто-то на связи, Игорь Александрович, думаю, что нет. Так, вы в эфире, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег Борисович. Это вас беспокоит жителей в Гаганде, что 21. У нас администрация старые деревья все вырубила. Вот у меня возникает вопрос, а новые можно нам посадить и лавочки сделать? А то у нас стоянку тут сделали, автомобили. И убрать бы эти, чтобы не иммунициальные автомобили. Как бы вы посадите? Хорошо. Конечно, деревья там будут высажены. Я думаю, что глава района Сафронов Владимир Витальевич нас слышит. Мы на такие просьбы реагируем, безусловно. И, как правило, там, где срезаем деревья, либо это пухонесущие тополя, либо это аварийные деревья, мы высаживаем новые. Эта работа будет сделана или осенью, или весной. Ну, Владимир Витальевич, значит, я думаю, с вами свяжется, с вашим старшим по дому вас проинформирует. Что касается незаконных стоянок, здесь, конечно, проблемы очень сложные. В городе машин много. Мы определили места, где могут быть построены паркинги многоуровневые. Сейчас идет подбор инвесторов, кто может деньги вложить, значит, в это направление. С нового года, возможно, в городе появятся платные паркоматы. Возможно, появятся. Мы сейчас очень внимательно к этому относимся. Потому что центр города сильно, значит, заставляется такими машинами. Что касается дворовых территорий, я полагаю, что вы должны на советах домов определиться, какую часть двора отдать под парковку машин. Если такие решения будут вами приняты, согласовывая, власть районная организует такие парковочные места в рамках благоустройства того или иного двора. Вот такая практика у нас наработана. Олег Борисович, я очень хорошо помню, вы когда вступали в должность, в числе многих приоритетов, главных в своей деятельности, вы говорили в том числе о необходимости сокращения издержек на администрацию. Олег Борисович, вот для людей, далеких от экономики, от того, как устроено хозяйство, что такое эти издержки, как их можно сократить, так и удалось ли? Да, безусловно, удалось. До 1 июля прошлого года мы сократили 20% служащих муниципальных. С июля немножко у нас численность подросла, потому что мы получили полномочия по распоряжению землей. Но понятно, что эти полномочия должен был кто-то выполнять. И у нас увеличилась несколько численность служащих за счет придания самостоятельности внутригородским районам. Но это уже не чисто численность служащих в городской администрации. Это муниципальные служащие внутри городских районов. Кроме этого, мы сократили количество департаментов в администрации. Такая работа была проведена к сентябрю прошлого года. С 21 департамента у нас осталось 14. Там тоже была существенная ситуация, ну, существенная экономия. И в этом году мы провели несколько мероприятий. Например, в первом квартале мы сократили 35 ставок в городской администрации. И сейчас проводим кадровый аудит, более глубокий, по каждому департаменту. В частности, могу сказать, что в городе были перекосы, к сожалению, связанные с тем, что у нас управление могли состоять из трех человек. Руководитель, замруководитель, главный консультант. Одни чиновники, да, не было, так сказать, простых исполнителей. Вот эту пирамиду мы сейчас переворачиваем по одному из департаментов. И у нас 21 человек, ну, как бы понижается в разрядах для того, чтобы организовать нормальную работу того или иного, ну, конкретного департамента. Это тоже приводит к экономии существенных средств. Все эти перекосы, они были допущены в прежние годы в нарушении действующих законодательств. Я намерен эти нарушения все исправить. Процесс, конечно, такой длительный, тяжелый, потому что приходится разговаривать с людьми. В общем-то, это касается каждого из тех, кто работает. Но мы обязательно будем выполнять законы, которые предписывают нам структуру, определенную структуру, определенную иерархию управления. Да, потому что это для горожан сокращение экономии, а для сокращаемого это потери зарплаты и потери места. Я представляю, как это тяжело. Олег Борисович, мы говорили о том, что три недели до нового учебного года, чуть больше пяти недель до единого дня голосования. Самарцы будут выбирать и депутатов Губернской думы, и депутатов Думы Государственной. Я думаю, там не надо говорить о важности этой процедуры, важность понимают все. Но есть один существенный момент. Вот после прошлых выборов, да, много было депутатов, кандидатов. Все они заявляли о своих программах, все они заявляли о готовности работать. Кто-то на этих выборах победил. Ну, и часть из этих депутатов, не могу сказать, что все, но часть, некоторая, вот они тут же испарились. Их, в общем, избиратели больше с тех пор не видели. И вот такой опыт, я думаю, что он многих может удержать дома от похода на избирательные участки. Ну, чего голосовать, если потом человек получает место, кресло в Москве, и больше мы о нем и не слыхали. Вот, Олег Борисович, на этих выборах может ли повториться ситуация? Что может сделать городская власть, чтобы вот подобного рода кандидаты не одерживали победы? Ну, власть, конечно, не может влиять на то, кто будет избран депутатом, кто не будет избран. Я просто хочу обратиться к жителям, сказать о том, что на самом деле Самара сейчас переживает очень серьезный такой переломный момент. Мы с вами должны избрать власть, которая в ближайшие пять лет либо будет помогать развивать город, либо вот уйдет в кабинеты московские, да, и забудет про наш самарский народ. Этот момент очень для нас важен. Мы традиционно с вами не очень сильно участвуем в голосовании, либо полагая, что и так все без нас решат, либо полагая, что наш голос не играет никакой существенной роли. Должен сказать, что это совершенно не так. Если мы с вами объединимся, если мы с вами придем консолидированно на выборы и сделаем правильный выбор в пользу профессиональных людей, которые зарекомендовали себя конкретными делами, а не какими-то там митингами, не какими-то там кляузами, интригами, то я думаю, что качество жизни в Самаре будет очень быстро меняться еще в более лучшую сторону. Вот это очень важный момент. И я должен сказать, что то, что сделано за предыдущие вот четыре года Николаем Меркушкиным, мы с вами все это видим. Это инфраструктурные изменения, и фоки, и стадион, и дороги, и ремонт, так сказать, домов, и наведение порядка с управляющими компаниями, наведение порядка в финансовой сфере, и реформа местного соуправления, и ряд других аспектов, они говорят за то, что сильнейшее лоббирование на федеральном уровне позволяет привлекать дополнительные ресурсы. Одно только строительство Фрундинского моста, о котором говорилось там лет 15, оно стало возможным только благодаря Николаю Меркушкину, мы должны это с вами признать. И одного лоббирования, лоббирования одного человека на уровне Москвы, конечно, нам недостаточно. Вот я могу сказать для примера, что в предыдущем созыве Государственной Думы 14 депутатов в Госдуме было от Татарстана, и мы видим, как Татарстан сильно изменился. От нашего города было 4 депутата, и ко мне за время моей работы приходил с просьбой помочь или, так сказать, оказать там содействие только один депутат, понимаете? Это неправильно. Если мы с вами организованно придем на выборы и сделаем выбор в пользу профессионалов, я думаю, количество депутатов в Государственной Думе увеличится, а это значит, что увеличится количество лоббистов, интересов города на федеральных органах власти. Чем больше будет наших представителей, грамотных, да, компетентных, тем больше ресурсов мы с вами сможем получать на развитие Самары. Это принципиальнейший аспект. И вот мы, коллеги, являемся с вами одним из городов-миллионников, между которыми очень серьезная конкуренция развернулась. Эта конкуренция касается качества жизни, безопасности города, экологии города, терпимости к разным точкам зрения, вероисповедования, межнациональным отношениям. В том числе критерием является качество управления. А качество управления определяем мы с вами, простые избиратели. Чем выше качество управления, тем больше шансов у города жить в благоприятных условиях, создавать новые рабочие места, платить налоги, получать более высокую заработную плату, не беспокоиться за жизнь своих детей, за их будущее. Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех организованно принять участие в предстоящих выборной кампании. От ее результатов будет зависеть, либо мы будем в роли опережающих все регионы, либо в роли догоняющих. Я полагаю, что у Самары удел быть впереди и работать с опережением. Олег Борисович, буквально вот сегодня и накануне всех корреспондентов, которые выезжали на съемки наших, мы просили по пути к месту съемок или по пути назад на кампанию остановиться в разных местах города и поговорить со случайными прохожими, чтобы спросить у них, а какой вопрос они бы вам хотели задать или поделиться каким-то мнением. Олег Борисович, результат невероятный. Вопросов-то было мало. Правильно, люди практически ни о чем не спрашивали и, как ни парадоксально, очень много благодарили. Это вообще не в российской традиции, уж тем более не в Самарской, благодарить власть, тем более муниципальную, приближенную сюда. Но это реально так. Мы не будем сейчас перечислять все словословия. Мы вам предлагаем просто послушать как бы один из таких монологов, но, поверьте, он вполне типический. Давайте послушаем нашего телезрителя. Вы знаете, в городе все видоизменяется, преображается, поэтому я довольна. Ну вот видите, дороги делаются, тротуары. Сразу все не сделаешь, поэтому пусть работает. Удача ему во всех его начинаниях, для того, чтобы наш город становился еще краше. Олег Борисович, приятно? Конечно, приятно, но, вы знаете, это, скорее всего, авансы, потому что для города предстоит сделать еще очень-очень много. И еще раз хочу сказать, если мы с вами сумеем объединиться, власть, общество, да, мы с вами сделаем гораздо большего. Власть без людей, без поддержки людей, она ничего как бы совершенно не стоит и сделать ничего не сможет. Если мы с вами изменим отношение к городу, сумеем город полюбить, высаживать цветы, обеспечивая чистоту города, да, трудясь добросовестно на своих рабочих местах и многое другое, город наш будет преображаться гораздо более быстрыми темпами. Поэтому я очень рассчитываю на то, что горожане поддерживают все перемены, которые проводятся в области, губернаторам проводятся в городе, разделяют эти перемены и готовы участвовать в их осуществлении. Олег Борисович, у нас до выпуска новостей осталось уже буквально чуть больше двух минут. Поэтому, Олег Борисович, я бы хотел вас от всей души поблагодарить за участие в этой программе. Еще больше, я думаю, вы не будете ревновать. Я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, потому что, дорогие наши телезрители, вы действительно сделали эту программу нашей общей, о нашей общей Самаре, о которой мы готовы говорить и слушать часами, но всему есть свое время. У вас был тяжелый день, у нас у всех был тяжелый день, сегодня среда, жаркая среда. Впереди еще четверг и пятница. Всем удачи, всем успехов, ну а нашему городу процветания, всего-всего самого доброго. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова